Максимаркетс – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Максимаркетс используют порталы Вестифинанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 1 сентября. Вы смотрите ежедневные обзоры прогноз рынка от Максимаркетс. Европейская инфляция Этому продемонстрировала худшую динамику розничных продаж с января 2012 года. К тому же американская статистика неожиданно отчиталась впечатляющим ростом потребительских настроений в Штатах. В результате евро-доллар не смог удержать позиции и от достигнутого максимума 1,3195 начал снижаться, зафиксировав на исходе торгов дневной и недельный минимум на отметке 1,3131. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем завершение снижения пары вблизи уровня ключевого сопротивления 1,31. Далее ожидаем разворот и коррекционный подъем курса единой европейской валюты к целевым уровням 1,3161, 1,3180 и 1,32. Курс пары на торгах в пятницу не изменил предыдущей динамики и продолжил волатильно торговаться в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1,6613-1,6563. Валюта продолжает вялотекущую коррекцию и по-прежнему пользуется поддержкой быков, выкупающих фунт после каждого отката. Тем не менее, положение валюты все еще остается довольно сложным. Пробой вниз ближайшего минимума 1,6535 может напрочь изменить ситуацию и возобновить активное снижение пары. На этом фоне сегодняшняя публикация отчета по деловой активности в промышленности страны может стать катализатором активного движения пары и помочь ей вырваться из диапазона. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем разворот курса британской валюты на подъем к целевым уровням 1,6625-1,6640-1,6668. Пробой предыдущего локального минимума 1,6536 вниз при останове данной сценарии возобновит снижение пары в район сильного уровня поддержки 1,6466, после чего валюта развернется к вышеназванным целевым уровням подъема. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на понедельник. Волатильная динамика торгов в пятницу лишь незначительно изменила позиции золота относительно его основных уровней поддержки и сопротивлений. Ближайшее краткосрочное сопротивление для него находится сейчас на уровне дневного разворота – 1,287 долларов. Пробой этого сопротивления при движении наверх возобновит подъем металла к следующим целям – 1,292-1,296 и, возможно, к 1,300 долларов за унцию. Ближайшая поддержка металла проходит по уровню недельного разворота – 1,286 долларов в четырехчасовой таймфрейм. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение золота к ценовым уровням – 1,283, 1,280 и 1,277 долларов за унцию. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем первоначальный пробой уровня дневного разворота – 1,287 долларов за унцию и последующий рост стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений. Серебро на торгах в пятницу дублировало ценовую динамику золота, сохранив при этом предыдущие позиции металла. Ближайшее сопротивление для него проходит сейчас по уровню дневного разворота – 19,50 долларов. Если возобновится движение наверх, и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к целевым уровням – 19,55 долларов и 19,90 долларов за унцию. Ближайшая поддержка серебра на часовом таймфрейме расположилась на ценовом уровне – 19,40 долларов. Если котировки преодолеют, ее снижение продолжится далее к целевым уровням – 19,30 долларов и 19,20 долларов за унцию. В нашем прогнозе на сегодня ожидаем возобновление подъема металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений. В экономическом календаре понедельника Австралия, Япония, Китай, Россия, Великобритания, Швейцария и Еврозона, включая ведущие страны региона Германию, Францию, Италию и Испанию, опубликуют данные по деловой активности в производственной сфере. Кроме того, Австралия представит данные по инфляции за август. Германия публикует прирост ВВП за второй квартал текущего года, включая объемы экспорта и импорта продукции. А в Великобритании выйдут июльские данные по объемам потребительского и ипотечного кредитования, объем займов частным лицам, а также количество одобренных заявок на получение ипотечного кредита. Франция в этот день проведет аукционы по продаже 3, 6 и 12-месячных облигаций государственного долга. США и Канада празднуют День труда. Статистика не публикуется, американские рынки закрыты. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. MaxiMarkets – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiMarkets используют порталы Вестифинанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Продолжение следует...